Неожиданные, но заслуженные победы. Сразу пять волонтерских проектов из Ивановской области стали лучшими по итогам всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». Волнение и тревоги теперь позади. Можно расслабиться и за чашечкой чая еще раз вспомнить лучшие моменты поездки в Москву, где проходила церемония награждения. Трудно представить, но на призовые места со всей страны претендовали 7 тысяч заявок. У нас 9 проектов от области прошли в финал, стали финалистами. Это самое большое количество среди регионов Российской Федерации. И мы привезли с форума 5 побед. Это тоже рекордное количество среди регионов. Мы очень здорово показали себя в этом году. Среди проектов победителей сразу два инициированы Ивановской городской ученической думой. Второе место в номинации «Рожденные помогать» присвоено проекту «Ты нам нужен». Благодаря апельсиновому марафону, который проходит в областном центре ежегодно, удалось помочь сотням детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проект ученической думы «Троллейбус памяти», приуроченный ко Дню Победы, также был оценен жюри по достоинству. Прежде чем взять на себя ответственную задачу, прочитать стихи о войне, школьники проводили конкурс, чтобы выявить лучших ребят. Все депутаты Ивановской городской ученической думы принимали участие в этом. И это наше общее достижение. Ученики школы 56 представили на всероссийский конкурс проект «Мы дружбой сильны», цель которого – укреплять межнациональные отношения. Мы сотрудничаем с Белорусским национальным центром «Крыница», который базируется у нас в городе Иваново. В школе у нас есть представитель белорусской диаспоры. Это наш учитель географии Лидия Владимировна Калачикова. Благодаря ней у нас проходит большое количество мероприятий в школе, в которых участвуют дети с 3-го и по 11-й класс. То есть, благодаря ей мы начали этот проект. Также Елена Юрьевна Делегенская помогла нам создать проект, оформить его правильно, и после чего мы подали его на конкурс. Среди конкурсантов возрастной категории от 18 лет второе место завоевал проект «Кохамский Дед Мороз» – руководитель регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры мира» Владимира Смирнова. Еще одно второе место у проекта «Портрет ветерана» – студентки Ивановского художественного училища Елизаветы Барановой. Волнительно было это награждение, потому что мы знали, что будут награждать в прямом эфире. Мы репетировали. Нашу номинацию награждала Полина Гагарина. Это тоже было очень приятно, потому что такой человек. У нас как раз номинация была вдохновлена искусством. И вот она – певица, очень знаменитая, известная. И очень радостно было, что именно она нас награждала, вручала нам вот эти вот пакеты, слова поздравления сказала. В Ивановскую область победители привезли не только дипломы. Три проекта из пяти теперь поддержат финансово. В общей сложности регион получит 900 тысяч рублей, чтобы добровольческие инициативы были продолжены. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.